Можно поговорить, что пели вообще и поют в новые годы. Что пели 50 лет тому назад, что пели 30 лет тому назад. Пожалуйста, у нас есть повод для интересного разговора. Вот у нас ёлка, да, у нас прекрасная ёлка, у нас хорошее, доброе настроение. Вот, наверное, так. Горится? Да. Ну, это живее. Да, конечно. В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зелёная была. Недель ей пела песенку, спи ёлочка, бой-бай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Трусишка-зайка серенький под ёлочкой скатал. Порою волк сердитый, волк рысцою пробегал. Чусь снег по лесу частому, под полозом скрипит. Лошадка махноногая торопится бежит. Везёт лошадка дровенький, а в дровнях старичок. Срубил он нашу ёлочку под самый корешок. Теперь ты здесь нарядная, на праздник к нам пришла. И много-много радости детишкам принесла. В лесу родилась ёлочка. Старая-престарая песня. Песенка Леонида Бэкмана на слова Раисы Кудашевой. Написанная в самом начале, где-то, так сказать, вот в начале нынешнего века. Уже в середине 20-х годов, когда собирали детей на ёлки, на домашние ёлки, семейные или, скажем, в коммунальной квартире, там кто-то из старших эту песенку запевал. И ёлки были. И ёлки были, ёлки были. Первые годы после революции ёлки были совершенно спокойно. Потом, в силу ряда обстоятельств, так сказать, песенка окончательно ушла. Ёлки были запрещены. Это какой-то языческий обычай, да ещё религиозный. Зачем он советским людям нужен? И ёлочку прикрыли. Прикрыли плотно, причём так плотно прикрыли. Скажем, я помню, когда я был уже подростком, мне было лет 10-12, так нам привозили поездом ёлку откуда-то из-под Ленинграда, закутанную в старое одеяло, замотанную, замаскированную, и где-то, значит, в час, во втором часу ночи её втаскивали домой. Перед этим, значит, завешивались окна квартиры. И вот... Не видно было. Не видно было, чтобы, не дай бог, так сказать, никто не увидел, понимаете? Вот, то есть, конечно, никакой тайны в этом не было. Весь город знал, что в новогоднюю ночь у всех стоят ёлки. Ну, большинство людей. Но, как говорится, делали вид, что ничего не происходит. Ёлок нет. Ну и, наконец, вот Павел Петрович Постышев в 1935 году, в общем, сделал очень верный шаг. В газете «Правда» выступил с небольшой статьёй и написал, что давайте вернём этот праздник детям. Праздник детям вернули. Вот, так сказать, новый год, вот, новый 1936 год, ребята встречались с ёлками. Догони, догони, Ты лукаво кричишь мне в ответ Догони, догони Ты лукаво кричишь мне в ответ Много дальних и трудных дорог Я прошёл за любовью своей Пусть с огнями сверкает коток Вот, 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 вот. То есть, 1 января 48-го года это был первый новогодний праздник. До этого мы в этот день И коньки отпевают с меня Значит, я с 48-го года с первого дня стал новогодний праздник. Только что прошла денежная неформа. Карточки отменили. Ты теперь не уйдёшь без меня Нагоню, нагоню Ты теперь не уйдёшь без меня И вот эта милая песенка на катке Она очень пришлась ко времени, кстати говоря. КОНЕЦ Люди, ау-у-у-у А снег идёт, а снег идёт И всё вокруг чего-то ждёт Под этот снег, под тихый снег Хочу сказать при всех Мой самый главный человек Взгляни со мной на этот снег Он чист, как то, о чём молчу О чём сказать хочу Кто мне любовь мою принёс Наверно, добрый Дед Мороз Когда в окно с тобой смотрю Я снег благодарю А снег идёт, а снег идёт И всё мерцает и плывёт За то, что ты в моей судьбе Спасибо, снег, тебе Уже мая Кристалинская попала в число тех певиц, которых мы увидели на голубом экране Тогда ещё был голубой экран Я, так сказать, опять возвращаюсь в прошлое Сначала вот такой О, вот такой экранчик Потом всё рос, 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 рос Стал цветным Приятно стало, здорово И вот голубой экранчик В те же годы, значит, на этом голубом экранчике Появилась вот эта знаменитая Впоследствии, то есть сразу ставшая знаменитая передача Голубой огонёк Да, это начало 60-х, да? Да, начало 60-х годов, видимо, да Вот так вот, да Начинался голубой огонёк А голубой огонёк Это новогоднее представление было Обязательно Приятно, что видеозапись сохранилась Её можно сегодня посмотреть И окунуться, вот, ну, я не знаю В 20 лишних лет назад У леса на опушке Жила зима в избушке Она снежки солила В берёзовой ходушке Она сучила пряжу Она колоколсты Ковала ледяные Да над реками мосты По колоколам ледяной Дверь скрипучей За шерковой стеной Тьма колючей Как пойдёт за порог Всюду ими А из окон порог Синий-синий Под колоколем Ледяной Дверь скрипучей За шерковой стеной Тьма колючей Как пойдёт за порог Всюду ими А из окон порог Синий-синий Ходила на охоту Гранила серебро Сажала тонкий месяц Крустальное ведро Деревьям шубы шила Дарила сарплитуть А после мыли спешила Чтоб из пышки отдохнуть Потолок ледяной Дверь скрипучей За шерковой стеной Тьма колючей Как пойдёт за порог Всюду ими А из окон порог Синий-синий Потолок ледяной Дверь скрипучей За шерковой стеной Тьма колючей Как пойдёт за порог Всюду ими А из окон порог Синий-синий Увезу тебя я в тундру и тогда поймёшь ты вдруг Почему себе так манит, так зовёт полярный вкруг Ничего, что здесь, в тени, не беда, что холода Если ты полюбишь север, не разлюбишь никогда А мы поедем А мы помчимся На оленях утром раним И отчаянно ворвёмся Прямо в снежную зару И узнаешь, что напрасно Называют север крайним Ты увидишь, он безкрайний Я тебе его дарю Увезу тебя я в тундру Увезу тебя я в тундру Увезу тебя одну После войны, значит, когда Понавезли много из зарубежа Всяких зарубежных пластинок В том числе и всяких русских певцов Скажем, Вертинского начали переписывать На этих самых нагибких пластинках Были такие аппаратики Преста Ставили, значит, так называемые рёбра Рентгеновскую плёнку И записывали на этих рёбрах Грудная клетка Рентгеновские снимки в грудной клетке Вырезали кружок И всё, на просвет Вы видели эту грудную клетку Понимаете, какая штука Это были такие пластинки И вот я веду к чему разговор Среди тех вещей, которые, так сказать, привёз Вертинский к нам в страну А он, в общем-то, приехал с довольно большим репертуаром Была одна удивительная песня К сожалению, её пока ещё Она не попала на долгирающие диски Так её мало кто знает Песня называется «Рождество» А практически в нашем понятии Рождество русское и Новый год Это, в общем-то, почти один праздник Вот у меня сборник стихов Песен, вернее, Вертинского Вот смотрите, что он написал «Рождество в стране моей родной Добрый дед с кордонной бородой Пахнет мандаринами и ёлкой С пушками, хлопушками в кошёлке Детский праздник, а когда-то мой Рождество в стране моей родной Добрый дед с картонной бородой Пахнет мандаринами и ёлкой С пушками, хлопушками в кошёлке Детский праздник, а когда-то мой Кто-то близкий, тёплый и родной Тихо гладит ласковой рукой Время унесло тебя с тобой Рождество в стране моей родной Рождество в стране моей родной Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok